Четыре года назад я ехал на работу, и неожиданно для меня, у меня начала кружиться голова, начались судороги по телу, и начали неметь ноги. После того, как я проехал две остановки, я быстро максимально вышел, чтобы просто присесть на лавочку, и чтобы мне стало лучше. И это начало повторяться каждый день, в течение недели. Я не смог добраться до работы. Я думал, что я устал, какие-то другие, возможно, симптомы, но на вторую неделю все вставало так же самое, даже хуже. Я потерял, ну, я думаю, килограмм десять, потому что жена испугалась, что у меня какой-то рак или какая-то штука. За месяц так потерять в весе невозможно. Помню, что у меня есть знакомая, у которой какие-то такие похожие симптомы, то есть я раньше с этим не столкнулся. И она посоветовала своего врача лечить. Он, ну, как посмотрел, все анализы, говорит, так и так, у тебя панические атаки. Это на всю жизнь, готовься. Ну, короче, до конца жизни ты будешь с ней. Я говорю, как, что с ней, у меня куча планов на жизнь. На данном этапе у нас квартира была в кредите. Тут, получается, мы переключились на болезнь. Все лекарства были довольно дорогие. Получается, мы прошли только один курс. Он был там больше месяца. Я полностью пропивал все. Но мы поняли, что мы не можем потянуть и лекарства, и квартиру. Из-за этого я с доктором поговорил, возможно ли переключиться на другие лекарства. Он говорит, хорошо, есть возможность переключиться, но эти лекарства более сильнее, и ими пользовались в СССР психбольным. Смысл этих лекарств был в том, что он полностью забивает все твои эмоциональные, полностью все эмоции. Любые, какие есть в человеке, они забивают радость, грусть. Я не знаю, ну все. Ты просто себя чувствуешь овощем, и все. То есть тебе все безразлично, вообще все в этом мире. После того, как мы месяц еще там попили эти лекарства, приняли решение. Жена меня очень сильно поддерживала. Мы попробуем без лекарств. И на то время мы не ходили в церковь, из-за того, что по геолокации мы далековато жили. И ездить сюда было далековато, а там по месту мы не нашли подходящего нам этого. И мы приняли решение с женой молиться и поститься все-таки. Мы христиане, и решили мы вернуться к этому. Господь мне напомнил, как Он же меня освободил от того же курения, алкоголя и других зависимостей, я так скажу, не буду перечислять. И где-то, ну где-то, видать, частица еще оставалась во мне надежды, что когда я уже все испробовал, все эти, все свои средства, методы, и я ни к чему не пришел. И все мне сказали, что в принципе все, и с этим выжить. А я, ну мы не хотели с этим соглашаться, что это уже все, ну как все. Я по чуть-чуть перестал пить таблетки. Ну переставал, потому что сразу нельзя было бросить, я переставал. И мы начали молиться, поститься. И получается, мы приняли решение с женой переехать сюда уже, на Софиевскую Борщевовку. Там, где была квартира, чтобы не снимать квартиру, а жить уже в ремонте и выплачивать все-таки это. Но получается, я работал в Борисполе. И самое тяжелое для меня было ездить в Софиевскую Борщевовку на Борисполь. И, ну, то есть это метро, это самое, то есть я готов был идти пешком, но в метро не спускаться. То есть мне было равносильно, ну это аду. И переход в метро, это просто, я мало мог его контролировать. И для меня это было хуже всего на свете. Постоянно перед входом в метро у меня просто молитва была постоянная, безостановочная. Но у меня даже не было надежды, что, ну, что Господь меня раз сейчас и исцелит, ну, раз как-то. Я просто молился, что Господь, дай мне сил просто проехать это метро, ну, как бы, чтобы там не потерять сознание в метро. Ну, было бы плохо. И в один из дней, ну, я опять же встал, помолился, говорю, Господь, ну, ну, я устал. Я был уже на максимуме, я уже, ну, все силы, я просто иссяк. И Господь мне, получается, дал слово о том, что Он меня таким не создавал. Я, ну, Господне дитя. Я имею право это просто, ну, не принимать. И для меня это было слово, как, ну, просто в один миг Господь просто меня, ну, освободил от этого. Ну, это вся история. Я после нее молился и спрашивал у Бога, зачем ты мне все это вообще показал и для чего в жизни у меня это произошло. Потому что, в принципе, это было неожиданно. Но на то время Господь мне показал местописание, когда именно блудный сын вернулся назад к Отцу. Потому что на то время мы отошли от церкви, мы осуетились и больше начали жить в миру, чем с Богом, с Отцом. И когда пришла проблема просто, Господь мне показал, что Он, как любящий и заботящий Отец, Он всегда будет ждать, когда ты повернешься. И Он всегда тебя обнимет и примет назад к себе. Я сделал вывод, что не надо останавливаться, опускать руки и не надо замыкаться среди тех людей, у которых есть эта проблема и думать, что никто другой, ну, тебе не поможет, тебе не подскажет и тебя не поймут. Надо искать в любых сферах выход. В то же время молиться, поститься, стоять на слове. И Господь даст выход даже в тех местах, где уже поставили крест.